Война Так вот, шестой приоритет военный, силовой, как бы он ни был сильный, но он не выполняет две главные задачи. Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Во время войны обычными средствами человеческие ресурсы выбиваются, очень мало попадают в плен, а те, что попадают в плен, они настроены далеко не дружественным образом, их использовать как рабочую силу проблематично. Они могут этого конвойера убить, разбежаться, начать новые действия. То есть, людские ресурсы убиваются, объекты, инфраструктура экономически разрушаются, да еще и самолеты будут убить. Это неэффективно, и поэтому был изобретен другой приоритет управления, обобщенный в средствах управления, или же войны, в средствах ведения войны. Это более высокий приоритет. Какой? Оружие геноцида. Или биогенное оружие, будем говорить так. К пятому приоритету, к оружию геноцида относятся алкоголь, табак и другие виды наркотика, которые воздействуют не только на ныне живущие поколения, но и на последующие. Причем, зачем оно хорошо, в этом случае сам потребитель этого оружия платит за свою смерть, за доставку этой смерти. То есть, ну, полностью, ну, покупает водку в магазине, он оплачивает все, и производство, и доставку, и спыт, и сам себя травит. То же самое по любому виду наркотика. Мы говорили о биогенном оружии, и мы говорили о том, что одним из видов оружия является секс, беспорядочный половой разврат. Так вот, что касается алкоголя, табака и других видов наркотиков, то вот применительно к управлению нужно иметь в виду еще один аспект. А именно, вот в пьяном виде нельзя садиться за руль автомобиля. Пьяный человек непредсказуем. После того, как он выпил, у него наступает похмельный синдром, когда у него ни о чем голова не болит, кроме как о том, как похмелиться и прочее. Ну, а сигарет, табак, он, в общем-то, тоже является наркотиком, вызывает сильнейшую привязанность. Надо сказать, что первый кредит, который подсадил, грубо говоря, Советский Союз на экономическую гулу на Запад, в 3 миллиарда долларов, был взят именно на сигареты, чтобы успокоить толпу. Тогда из 24 табачных фабрик в СССР, 18 сразу поставили на ремонт, и сигарет, папирос катастрофически не хватило. И все подсаженные на это возбудились, начали орать, требовать своего права, и тогда те, кто задумал разрушить Советский Союз, они говорят, ну как же, мы уже понимаем, вы правы, но мы не можем сейчас запустить фабрики свои, мы купим это за рубежом. Ну, и поэтому народ с удовольствием воспринял, да, взяли в долг 3 миллиарда, которые выпустили в дым, а за эти 3 миллиарда нужно вкалывать, нужно отдавать нефть, газ и прочее, и нужно отдавать с процентами. И представляете, сразу кредит такой. Так вот, когда мы знаем такие последствия при употреблении алкоголя и табака на человека, то, естественно, возникает вопрос, а насколько допустимо руководителю любого уровня, особенно руководителю государственных структур управления, и не я, вообще я сотрудник государственных структур управления, пить спиртное и курить. То есть, насколько адекватен, насколько правильно будут, в соответствии с интересами народа, приниматься решения, если человек находится под воздействием алкоголя и табака. И результат показывает, у нас в России есть прекраснейший пример того, насколько это любительная атмосфера. Как вы помните, настоящий русский мужик Ельцин Борис Николаевич, по старой русской традиции, как нам говорят, любил заложить за воротник. Все СМИР смеялся над таким президентом, как он над оркестрами дирижирует, а пьяный президент не мог наладить порядка в стране. Он, в принципе, и не мог наладить его, в принципе, поскольку он был всего лишь марионеткой в этом управлении. И не пытался изменить даже свою судьбу в плане управления России и становления ее колонии Запада, что и проявилось, скажем, в событиях расстрела Верховного Совета в октябре 1993 года. Во всех предшествующих событиях и завершающих. В принципе, это достаточно подробно описано, в достаточной мере, точнее, описано в нашей работе «Конституция смысл». Помните, да? «Конституция РФ смысл». Так вот, о том, как он управлял страной, к чему страна пришла, мы всегда это видим. И мы видим другой подход. Вот, кстати, в этом подходе. У нас руководители всех стран и народов, они что занимаются? Они занимаются пропагандой алкоголизации. На всех приемах мы всегда там видим, обязательно, с бокала, пина, шампанского. А то есть, ну, подорочит это такого покрепче. Кто-то там с клинка, помните, год посол на Украине, Виктор Степанович Черномыргин, лихо по-казански с клинка, чатку водки пил. Ну, традиция, да? Вот. Ну, и какое, в общем-то, потом можно было ожидать того же Виктора Степановича Черномыргина, с его таким отношением к водке? Как обычно. Помните? Басаев, говорите громче, когда бандиты Басаева заплатили борицу. Вот Басаев и сказал на весь мир, потому что об этом его попросил премьер-министр, который опустился до уровня разговора с обычным бандитом. Он опустил всю страну, премьер-министр, да еще попросил говорить погромче. Результат, вон, бандитизм, взрывы домов, война в Чечне, которую с трудом прекратил Путин. А отношение Путина к этому. Помните его попытку перевести фуршеты на сок? Помните? Ничем не завершилось. То есть, когда несколько раз это показали, что по пожеланию Владимира Путина и меры президента, и меры страны, вместо шампанского пили сок. Это достаточно быстро прекратилось. А потом находится, то есть, есть давление среды. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности этих и всех участников процесса. То есть, Путин находится в определенных условиях. И потом, когда находится какой-то патриот, который Путину начинает, а вот он с кружкой пива, там вот он делает, да? Вы Путина пьяно видели? Вы видели, чтобы он пьяно принимал решения? Нет. Вы видите результат его управления? Видите. А вы что от Путина ждете, как в том анекдоте про Штирлица, да? В заседании у Гитлера вваливается, значит, полковник Красной Армии, пинком открывает дверь в резиденцию Штирлица. Гитлер открывает сейф, там копается. Кто? Да полковник русской разведки Штирлиц. Исаев, а что же не арестуете? А выкрутится. То есть, вы понимаете, что вы требуете? Когда вот с требованием там. Вот он там концептуально определился и все прочее. Надо понимать реальные условия работы каждого человека. Он попытался, не получилось. Зачем голову ломать? Нужно медленно изменять обстоятельства, в которых работают. Так вот, мы прекрасно знаем, о чем он говорил. Что подпоил вождя. Он какие хочешь указано пишет, какие хочешь законы и сдаст, и свое племя в рабство сдаст. Борис Николаевич Ельцин. Глянзе пример того, что происходило в нашей стране. Вечно пьяных. Необходимые законы по колонизации России подписывались. Все попытки, как скажем, структурные, поэтому не попытки даже, а видимость этих попыток была пресечена. Он Россию в рабство сдал. И кредитов набирал. И вспомните, для того, чтобы заплатить какие-то пенсии, там зарплаты, всегда о чем говорили. А вот даст кредит МВФ, или не даст. Вот. А о чем? Даст кредит МВФ, или не даст. А это, как речь, речь идет о том, что есть оружие более высокого уровня, более высокого приоритета управления. И это оружие носит название «экономический». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин